Итак, перейдем к суставам, мои хорошие. Конечно, здоровые суставы, здоровый опорно-двигательный аппарат – это мечта каждого человека. Но, к сожалению, в нашей жизни эта мечта не для всех бывает достижима. Почему? Суставы, как и гормоны, находятся очень и очень, скажем так, далеко, чтобы до них добраться и как-то их там полечить и почистить. Их иногда наружными методами проще вылечить, чем внутренними. Здоровые суставы, в принципе, когда они находятся в движении, они должны работать бесшумно, не издавать никаких звуков и не вызывать никаких болевых ощущений. Если в суставах появился какой-то хруст, скрип, болезненность, какая-то напряженность, это говорит, скорее всего, о том, что там идут процессы, которые могут сустав разрушить. Чаще всего это наблюдается в пожилом возрасте. Но, к сожалению, в наше время все болезни помолодели, в том числе и суставные. Причин, которые приводят к процессам нарушения в суставах, много. Это и какие-то анатомические дефекты, и травмы, и воспаление прилежащих тканей, и изнашивание хряща. То есть причин очень и очень много. Накопление солей, то бишь отложение шлаков, очищение суставов. В принципе, мы опять-таки подробно разбирали на очищении. Очень подробно. Но повторим сегодня, что сможем. Традиционные методы лечения включают противовоспалительную линию, то есть снять боль, снять воспаление, и восстановительную линию, то есть восстановить структуру хряща какими-то препаратами или травками. И для усиления обоих этих линий проводится упражнение, лечебная какая-то гимнастика, и физиопроцедура. Чаи, которые снимают воспаление, содержат и аир, и почечки сосны, и ту же душицу, и багульник, и зверобой, и эвкалипт. То есть травы, снимающие воспаление и снимающие боль. Есть такая особенность в лечении суставов. Практически все препараты, которые, аптечные препараты, я имею в виду, которые снимают боль и воспаление в суставах, очень сильно травмируют слизистую желудка. Кто этим хоть когда-то лечился, прекрасно знает, что все эти мелоксикамы, мавалисы, диклофенаки, оно все назначается в сопровождении амепрозола, потому что можно не вылечить сустав, но нажить гастрит, а то и язву. Посему предпочтительнее именно травы. Или хотя бы в сопровождении трав принимать препараты, чтобы эффект... Препарат это надо принимать длительно, сустав не вылечишь, да, за неделю. Курсы для, скажем так, поддерживающей терапии обычно назначают по 2-3 месяца, и так 3 раза с перерывом в полгода. Только тогда какой-то ощутимый эффект достигается. Представьте 2-3 месяца пить таблетки, после которых уже на третий день желудок реально болит. Посему желательно, конечно, поддерживать суставы в порядке, чистить их и по возможности лечить именно народными методами. Девясил, череда, лен, репешок, липа, береза, береза. Лучший друг суставов. Ромашечка, багульник, это все, все, все заваривается, рецептики будут приложены и пьется для здоровья наших суставов. Хорошо идет сок из черной редьки. Он выводит с медом сок. Он идет, у нас в основном мы его учили, как разговаривали о нем, как средство от кашля, но он также выводит камни, соли из почек и соли из суставов. Очень хорошо. Можно из этого же сока с медом делать компрессы на суставах. Также она впитывается через кожу, рассасывает там вот эти солевые отложения и оказывает противовоспалительный эффект. Можно смешивать мякоть лука с березовым дегтем или дегтярной мазью. Пахнет не очень вкусно, но эффект оказывает потрясающий. Также оказывает противовоспалительное действие. Если какие-то травмы суставов, заболевания суставов связаны с болями, воспалением, с накоплением солей, очень хорошо идет процедура, которую я не раз и не два озвучивала на семинарах. Это обертывание березовыми листьями. Конечно, если очень болят суставы ног, коленей, бедер, это надо будет большой мешок и набирать туда очень много березовых листьев. А если это где-то небольшие участки, скажем, одно колено или где-то локти, кисти рук, кто-то писал, надо набрать свежих березовых листочков, набить ими мешок и убрать туда больную конечность или обернуть все это вокруг больного сустава. И замотать часика на два, на три, можно пленочкой пищевой, чтобы сустав начал потеть. Потеть вот в этой, скажем так, березовой бане локального значения. После того, как этот сустав потеет часик-другой, аккуратно все это размотать, снять в теплом помещении, чтобы ни в коем случае этот распаренный суставчик не хватануло холодом, иначе все там обострится намного и намного сильнее. Снять этот березовый компресс, обмыть можно отваром каких-то противовоспалительных трав. Кстати, если в суставе было много шлаков, то березка таким образом вытягивает шлаки, может даже и вызвать раздражение на коже. Тогда в отвар для обмывания можно череду, ромашечку добавить, иван-чай, они снимают это раздражение. Обмыть сустав можно натереть мазью. Можно натереть мазью из тех же березовых почек сваренной или настойкой на водке березовых почек. Можно натереть растиркой лютика на самогоне. Рецепт все будет приложено. Можно натереть той же дегтярной мазью. То есть, в общем-то, натереть какой-то мазью и после чего закутать там тепленьким каким-то платочком и на ночь лечь отдыхать. Лучше, конечно, таких процедур сделать от 7 до 15. Эффект будет достаточно длительным и достаточно стойким. Также хорошо обертывание листочком лопуха. Прикладывание листочков лопуха. Вы об этом, наверное, сами прекрасно знаете. Мягкой, пушистой, волочной сторонкой лопух обертывается вокруг больного сустава и той же пищевой пленкой фиксируется и каким-то тепленьким платочком. Сейчас лопухов еще нет. Можно вполне для этого дела использовать капустный лист. Можно его ошпарить водичкой, чтобы он был такой помягче, и также под пленочку его закрепить. Очень усиливает действие капустного листа, если вы его смажете изнутри, с той стороны, которую приложите к суставу, смесью меда и лука. Измельчить луковичку. Можно на терочке, можно через источницу. Там немножко нужно столовую ложечку, если небольшие суставы. Смешать с таким же, с той же ложечкой меда в равных частях и приложить под компресс. Или приложить тем же листом лопуха. Единственное, старайтесь побольше перехватить пленкой пищевой вверх-вниз по конечности. Иначе оно, как бы я пробовала, когда практиковала, вытекает мед, если не очень качественно прикрепить эту повязку. И утром можно проснуться, в общем-то, в такой весьма своеобразно пахнущей, липкой, сладкой, воняющей луком постели. Очень хороша для суставов в бани с березовыми вениками. Это, конечно, одно из самых лучших. Также для притока крови, лимфы к суставам, для противовоспалительного эффекта, противоотечного эффекта, очень хороши массажи, прогревания. Опять-таки, накладывание глины до полного высыхания. Очень хорошо лечение продуктами пчеловодства, воском, прополисом, натирание больных суставов, мазью прополисной, если нет аллергии на мед. Очень хорошо прогревание азокеритом или парафином. Причем можно не чистым азокеритом, не чистым парафином, а опять-таки нагреть их и смешать с теми же экстрактами почек березы или с каким-то экстрактом из лечебных трав. То есть, опять-таки, как я хочу подвести итог всего этого. Для того, чтобы суставы были здоровые, к ним также надо относиться комплексно. Физическая нагрузка, дозированная, массаж, ванны, прогревание, прием внутрь трав противовоспалительных, очищающих и компрессы, мази из трав и из растительного сырья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова